Месяц назад вступил в силу федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов. Теперь вместо денежного вознаграждения доноров ждет бесплатное питание. Замена продовольственных пакетов на деньги также запрещена. Закон принят для улучшения качества запасов крови в больницах страны. Власти России посчитали, что платные доноры могут умалчивать от врачей о своих болезнях. А тем же, кто сдает кровь безвозмездно, нет смысла скрывать эту информацию. Наша съемочная группа узнала, как жители Новомихайловского относятся к безвозмездному донорству. Человек сдает свою кровь. Он должен получать за это какую-то своего рода привилегию. Иначе просто люди перестанут ходить и все. Я была когда-то донором тоже в молодости. И хорошо, кому-то помогала, помощь. Это мне, в общем-то, приятно было. Вы платно это делаете? Нет, бесплатно. То есть это правильно? Это правильно. Я считаю, что этот человек, как сказать, он должен помочь другому человеку. Я считаю, что это выбор бесплатный. Знаю, у меня мама всю жизнь сдавала бесплатно. Добровольно. Ну, я думаю, сейчас меньше людей просто будет. Ну, и государству, не знаю, лень, наверное, платить хорошим людям, которые хотят помочь другим. Наверное, это правильно, что бесплатно. Если человек желает, он же не за деньги должен сдавать правильно, а чистого сердца, чтобы помочь другим людям. Я не знаю, честно говоря, давно сдавал, но не бесплатно сдавал. Ну, я думаю, что стоит государству позаботиться о донорах и заплатить немножко. Вот захотел, есть желание, пошел, сдал. Это же личное желание. Поэтому как-то я, вы знаете, не осуждаю. Ну, разные ситуации у людей бывают, правильно? Кровь нужна постоянно. Ну, тут единственный вопрос, как бы, к правительству, не ко мне. Ну, вообще, как человек человеку брат, там, друг, я думаю, ну, за это деньги платить. Кровь же нам не дали за деньги, а ее дал там Бог нам, поэтому как бы так.